так давайте приступим к созданию следующего блока для этого нам нужно с вами добавить очередную строку и сделаем ее также одноколоночной здесь судя по примеру нам надо добавить заголовок программа и сделать вот такие вот пункты которые будут описывать программу нашей экскурсии по городу добавляем также свернемся в список аддонов добавляем текстовый блок и вставляем пишем точнее слово программа наш заголовок далее нам надо его отцентровать зададим ему шрифт монсеррат монсеррат вот он зададим ему размер 43 пикселя и зададим ему цвет цвет мы зададим в стилях текст color цвет у нас будет через решетку один е1 е1 е так что еще нам здесь нужно сделать пока все далее как сделать вот такой вот блок будем использовать опять же дополнение которое мы уже с вами рассматривали это блок особенностей или блок преимуществ мы просто переносим сюда под наш заголовок заходим редактирование что нам сейчас нужно вот с ним сделать нам надо поменять расположение иконки где надо будет сделать слева вот таким образом далее нам надо будет выровнять весь текст и заголовок по левому краю для этого мы спускаемся в самый низ и здесь есть так сейчас я найду а вот контент холидман это выравнивание контента делаем по левую сторону вот он у нас весь сместился теперь нам нужно с вами будет поработать с иконкой для этого нам нужно сделать иконку виде звезды пишем стар и выбираем иконку иконку у нас без заливки вот такая вот делаем ее черным цветом прям черным background у нас будет желтый то есть фон этой иконки давайте выберем желтый шкале так чтобы быть более точным я прямо сейчас примера возьму цвет скопирую и вставлю цвет у нас будет получается решетка дальше f e b и 400 я думаю на клавиатуре наберете поэтому что чтобы точно попасть в цвет далее нам нужно сами сделать так границу мы сейчас делать не будем нам надо сделать с вами закругление закругление так закругление иконки сейчас я это делаю найду так бордер вот бордер радиус радиус границы здесь максимально можно указывать 400 но для того чтобы просто сделать закругление в виде круга достаточно ну тут порядка 40 где-то так указать но делайте примерно значение потому что если вот сделать 17 то она получается не такой круглая вот квадрат закругленным закругленными углами но делая просто по максимуму я на становится круглый дальше что нам еще нужно будет сделать нам нужно будет увеличить размер самой этой иконки сделаем примерно 26 давайте 26 пикселей и размер так сейчас посмотрим размер паддинга будет у нас так поставим замочек сначала 0 пикселей пробьем везде снимем и давайте отрегулируем это будут у нас отступы от звездочки внутренние будет 6 пикселей давайте пока по 6 поставим так теперь нам надо видите что у нас справа и снизу отступы больше поэтому мы сделаем здесь 5 пикселей и снизу сделаем тоже 5 пикселей чтобы у нас более-менее это было все ровно выглядело так иконку мы сделали сохранимся дальше давайте мы с вами сделаем заголовок цвет ему зададим и его размер цвет мы сделаем черный далее размер самого заголовка давайте сделаем побольше и напишем так первый заголовок у нас получается анапский маяк и вот этот текст я тоже скопирую так 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 анапский маяк анапский маяк дальше нам надо вставить текст текста мы сделаем отступы сейчас я посмотрю в настройках какой там отступ правильный так здесь у нас получается что отступов нет а есть отступы у нас нет все все в порядке это я уже просто перепроверяю себя так давайте сделаем шрифт у нашего содержимого open sans open sans и принципе все наверно да размер у нас везде по умолчанию остаются и нам сейчас с вами надо единственное что сделать это прописать еще шрифт для заголовка там шрифт у нас тоже будет open sans open sans так нет я вас обманываю подождите сейчас я проверю все так он фемилии так все а здесь размер шрифта 21 поэтому он так кажется что и он у нас еще жирный болт все теперь у нас все с вами порядке мы с вами вот создали один пункт нашей программы далее что нам нужно сделать давайте сделаем отступ от самой программы от заголовка заходим настройки дополнения заходим в стиле внешний отступ прописан мы пикселей снимаем замочек снизу мы ставим 100 пикселей все мы сделали отступ от заголовка далее нам нужно сами сделать сразу же отступ снизу от этого блока давайте сделаем также пикселей не 100 давайте сделаем 70 и дальше нам нужно просто с вами продублировать столько количество раз сколько у нас этих блоков у нас их с вами 5 они подождите я еще забыл такую вещь сделать это эффект при наведении на иконку для этого нам нужно вот скопировать желтый шрифт что он будет использоваться и опускаемся в самый низ у нас здесь есть блок hover options это настройки наведения для этого нам нужно с вами сделать цвет шрифта при наведении это нас не интересует тайтл не интересует заголовок нас интересует цвет иконки при наведении она у нас должна стать желтый соответственно вставляем с вами желтый шрифт сюда а нет наоборот вот цвет иконки при наведении вставляем желтую сюда а background то есть то что сейчас желто делаем черным соответственно при наведении у нас становится черный фон и желтая иконка сохранимся давайте проверим на сайте как это выглядит вот мы наводим мышь на блок и у нас с вами иконка становится с черным фоном и с желтым желтый желтой звездой все мы с вами сделали блок теперь нам что нужно сделать нам нужно просто его размножить пять раз это у нас 2 3 4 3 4 и 5 все теперь у нас с вами все пять блоков и сейчас достаточно просто заполнить информацией мы просто копируем и вставляем меняя при этом нашу информацию так в описании здесь кроме как заголовок описание больше ничего менять не нужно я нажму на паузу быстренько сейчас все заполню и вернусь к вам обратно так я заполнил информации все блоки поменял ее теперь давайте сохранимся и перейдем на наш новый сайт обновим страницу и видим что у нас все блоки уже на месте со своей информацией на этом я видео закончу мы с вами создали блок программа переходим к созданию следующего блока